Книга открытым оком. Тема мусульманства. 18 тонн. Вопрос 3229. Юсуф это Иосиф? Что известно мусульманам про прекрасного Иосифа? И сильно ли разнится их повествование с библейским? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мне представляется Магомед Мухаммад высоким, сухощавым, живым, весьма любознательным. Вот он по дороговым делам своей госпожи, в будущем своей жены переезжает из города в город. Базарная, толчея, договоры, товары. И везде разговоры, пересказы, как от страницы в грозе Островского. А Кабаниха слушает и ахает. Не думая, чтобы Мухаммад умышленно искажал библейские истории. Как слышал, как запомнил, так и пересказывал. Возвращаясь домой. Мне так и видится его восхищенные слушатели. Перед ними прожаренный солнцем, пропыленный и вдохновенный рассказчик со сверкающими глазами. Может быть, жестикулируя, он показывал, как поступали братья с Иосифом. Слушатели, которые никогда ничего не слышали подобного, ибо дальше своих шатров и песчаных подворья не выезжали, расходились потрясенные жизнеописанием неведомого еврейского мальчика. Потом эти рассказы будут записаны многими. Некая часть войдет после обработки в канон Корана, а остальные подлежали уничтожению. Быть может, уничтожие были менее отдалены от оригинала, который в еврейских книгах. Почему же составители Корана не затребовали, не купили еврейские книги в оригинале, чтобы не на слух переписывать из еврейской торы к себе, объявляя позже, что евреи перепортили книги? Греческий правитель Птоломей Филадельф II, задумав иметь еврейские книги, попросил переводить их с еврейского и не стал искать прозорливцев, пифий, чтобы они заново получали откровения, когда уже есть книги. Основатели новых течений, сект, религии всегда пренебрежительно относятся к бывшему до них и ссылаются на некие супероткровения в обморочном состоянии. Так образовалась секта мормонов, так получили откровения на монашеское устройство Пахомий Великий, так устраивал монашескую жизнь Антоний Великий. Приведу почти полностью историю Иосифа, как ее знают мусульмане, а вы уж сравните сами с тем, что написано в Библии, в книге Бытия, глава 37-39-50. Пересказывать нужно так, как делал Стефан, первомучник, ибо он знал житие Иосифа из оригинала. Деяние, 7 глава. Коран, 12 сура, 4 аят. Коран, 12 сура, 4 аят. И так изберет тебя твой Господь и научит тебя толкованию событий, и завершит свою милость над тобой и над родом Якуба, как завершил ее раньше над твоими отцами Ибрагимом и Исхаком. Поистине, Господь твой ведущий мудрый. Были в Иосифе его братья, у его братьях знамения для вопрошающих. Вот сказали они, конечно, Иосиф и брат его милее нашему отцу, чем мы, а ведь мы сборище. Поистине, ну, отец наш в явном заблуждении. Бейте Иосифа или забросьте его в далекую страну, тогда обратиться к вам в лицо вашего отца и будете вы после этого людьми праведными. Сказал один из них, не убивайте Иосифа, бросьте его в глубину колодца, подберет его кто-нибудь из проходящих, если вы это решили сделать. И сказали они, о, отец наш, почему ты не доверяешь нам Иосифа? Мы ведь ему искренние советники. Пошли его с нами завтра, пусть он насладится и поиграет, мы ведь его охраним. Он сказал, опечалит меня, если вы с ним уйдете, и боюсь я, что съест его волк, когда вы будете небрежны к нему. Они сказали, если съест его волк, когда нас толпа, мы тогда будем в убытке. И потом они ушли с ним и согласились поместить его в глубине колодца. Мы же внушили ему, ты сообщишь им про это их дело, когда они не будут знать. И пришли они к своему отцу вечером с плачем. Они сказали, о, отец наш, мы пустились в перегоньки и оставили Юсуфа у наших вещей. И съел его волк, но ты не поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду. И пришли они лживой кровью на рубашке. Сказал он, да украсили вам ваши души тело. Но терпение прекрасное. У Аллаха надо искать помощи в том, что вы расписываете. И пришли путники и послали своего ходока. Тот спустил ведро свое и сказал, о, радость этой юноши. И спрятали они его как товар, а Аллах знал, что они делают. И продали они его за малую цену отчитанных дирхемов. И были они умерены в этом. И сказал тот, который купил его из Египта, своей жене, хорошо помести его, может быть он поможет нам, или мы возьмем его за сына. И так мы утвердили Юсуфа в этой земле, и чтобы научить его толкованию событий. Аллах победно завершает свое дело, но большая часть людей не знает. И когда дошел он до зрелости, даровали мы ему мудрости, знания. И так воздаем мы доброделующим. Добродеющим. И совершала его та в доме, в котором он был, и заперла дверь и сказала, «Пойди сюда», сказал он, «упаси Аллах. «Ведь Господь мой прекрасным сделал мое пребывание. Поистине не будут счастливы и неправедны». И думала она о нем, и думал он о ней, если бы он не увидел, не увидал доказательства своего Господа. Так, чтобы отклонить от него зло и мерзость поистине, он из наших рабов искренних. И устремились они в перегонки к двери, и она разорвала его рубаху сзади, и встретили они ее господину у двери. Сказала она, «каково воздаяние того, кто желал златовой семье, если не заключить его в темницу, или наказание мучительное?» Он сказал, «Она соблазняла меня, и засвидетельствовал свидетель из ее семьи. Если рубаха его разорвана спереди, то она права, а он лжец. Если же рубаха его разорвана сзади, то она солгала, а он правдив. И когда он увидел рубаху, разорванную сзади, то сказал, «Это из ваших козней, поистине козни ваши великие». «Юсуф, отвернись от этого, а ты проси прощения за свой грех. Ты ведь была согрешившей». И сказали женщины в городе, «Жена вельможи соблазняет юношу. Он наполнил ее любовью. Мы видим, что она в явном заблуждении». Когда она услышала про их ухищрение, то послала к ним и приготовила им для возлежания, и дала каждый из них нож и сказала, «Выйди к ним». Когда же они увидели его, то возвеличили его и порезали себе руки, и сказали, «Далек Аллах, это не человек, это только благородный ангел». Она сказала, «Вот вам тот, из которого вы меня бронили. Я его соблазняла, но он остался тверд. Если он не сделает то, что я ему приказываю, он будет заключен в темнице и будет в числе ничтожных». Он сказал, «Господь мой, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отведешь от меня их козни, я склонюсь к ним и окажусь из числа неразумных». И ответил ему его Господь и отротил от него их козни. Поистине он слышащий и знающий. Потом, вздумываясь им, после того, как они видели знамение, непременно заточать его на время. И вошли вместе с ним в темницу два юноши. Один из них сказал, «Вот вижу я себя, как я выжимаю вино». И сказал другой, «Вот вижу я себя, как я несу на голове хлеб, который едят птицы. Сообщи нам толкование этого. Поистине мы видим, что ты из числа действующих хорошо». Он сказал, «Не придет к вам пища, которая вам дается, без того, чтобы я вам не сообщил разъяснение этого, прежде чем она придет к вам. Это для вас то, чему научил меня мой Господь. Я оставил религию людей, которые не веруют в Аллаха и будущую жизнь они отрицают. Я последовал за религией отцов моих, Ибрагима, Исхака и Якуба. Нам не следует присоединять к Аллаху ничего. Это милость Аллаха нам и людям, но большая часть людей неблагодарны. О, товарищи по темнице! Различные ли господа, лучший ли Аллах единый и могучий? Помимо Него вы поклоняетесь только именам, которые назвали вы и ваши отцы. Аллах не не спасал с ним никакой власти. Решение принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему. Это правая вера, но большая часть людей не ведает. О, товарищи по темнице! Один из вас будет поить своего господина вином, а второй будет распят, и птицы будут есть у него с головы. Решено дело, о котором вы спрашиваете. И сказал он тому из них, о котором думал, что он спасется. Помяни меня от твоего господина. Но заставил его сатана забыть, напомнить своему господину. И пробыл он в темнице несколько лет. И сказал царь, вот вижу я семь коров тучных, поедающих их семь тощих, и семь колос зеленых и других сухих. О, знать! Дайте решение о моем видении, если вы можете толковать видение. Они сказали, пучки снов, мы не сведущие в толковании снов. И сказал тот из двух, который спасся, вспомнив после периода. Я сообщу вам толкование этого, пошлите меня. Юсуф, о праведник, дай нам решение про семь коров тучных, которые поедают семь тощих, и семь колосов зеленых и других сухих. Может быть я вернусь к людям, может быть они узнают? Сказал он. Будете вы сеять семь лет, трудясь по обычаю. Что вы сожнете, оставляйте то в колодце. Помимо немногого, что вы съедаете. Потом наступит после этого семь тяжелых лет, которые съедят то, что вы приготовили для них, кроме немногого, что вы сохраните. Потом наступит после этого год, когда людям будет послан дождь и когда они будут выжимать. И сказал царь. Приведите мне его. Когда к нему пришел посланец, он сказал. Вернись к твоему господину и спроси его. Что было с женщинами, которые порезали себе руки? Поистине мой Господь сведущ в их кознях. Он сказал. В чем ваше дело, когда вы соблазняли Иисуфа? Они сказали. Упаси Боже, мы не знаем за ним ничего дурного. Жена вельможи сказала. Теперь выяснилась истина. Я соблазняла его, а он из числа правдивых. Это дабы он узнал, что я не обманул его в тайне, и что Аллах не ведет прямым путем козни изменников. Я не оправдываю свою душу, ведь душа побуждает козлу, если только не помилует Господь мой, поистине Господь мой, прощающий милосерд. И сказал царь. Приведите его ко мне. Я возьму его для себя. И когда он заговорил с ним, то сказал. Ты ведь сегодня у нас сильный, доверенный. Он сказал. Поставь меня над сокровищницами земли, ведь я хранитель мудрый. И так утвердили мы Юсуфа в земле, чтобы он поселился там, где пожелает. Мы постигаем своим милосердием, кого пожелаем, и не губим награды добродеющих. Награда же будущей жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязнены. И пришли брать Юсуфа и вошли к нему. И узнали они их, и они его не узнали. Когда же он снарядил их снаряжением, сказал. Приведите мне брата вашего от отца. Разве вы не видите, что я полностью даю меру, и я лучший из дающих приют? А если вы не приведете его ко мне, то нет меры для вас у меня, и не приближайтесь ко мне. Они сказали. Мы отвлечем отца от него, и мы, конечно, так сделаем. И сказал он своим слугам. Положите товар их в свои вьюки. Может быть, они узнают, когда возвратятся к своей семье. Может быть, они вернутся. И когда они возвратились к отцу, то сказали. О, отец наш, отказан нам в мере. Пошли нам нашего брата, тогда мы получим меру. Поистине мы будем его охранять. Он сказал. Разве я могу доверить его вам? Так как доверил вам его брат раньше. Брат раньше. Аллах лучше как хранитель. Он милостивейший из милостивых. А когда они открыли свое достояние, то нашли, что их товар возвращен, и мы сказали. О, отец наш, что нам делать? Вот товар наш нам возвращен. Мы прокормим свою семью и сохраним нашего брата, и прибавим нам меру верблюда. Это мера легкая. Сказал он. Не пошлю я его с вами, пока вы не дадите мне клятвы Аллахом, что приведете его ко мне. Разве что вас что-нибудь постигнет. И когда они дали ему клятву, он сказал. Аллах поручитель за то, что мы говорим. И сказал он. О, сыны мои, не входите одними воротами, а входите разными воротами. Ни в чем не могу я вас избавить от Аллаха. Власть принадлежит только Аллаху. На него я положился, и пусть на него уповают уповающие. И когда они дали ему клятву, он сказал. Аллах поручитель за то, что мы говорим. И сказал он. О, сыны мои, не входите одними воротами, а входите разными воротами. Ни в чем не могу вас избавить от Аллаха. Власть принадлежит только Аллаху, на него я положился и пусть на него уповают уповающие И когда они вошли там, где велел им их отец, это не избавило их от Аллаха ни в чем, а только удовлетворило желание в душе Якуба, которое он выполнил Он ведь обладал знанием, потому что мы его научили, но большая часть людей не знает Когда они вошли к Юсуфу, он принял у себя своего брата, он сказал Вот я брат твой, не горю я о том, что они делали А когда он снаряжал их снаряжением, то поместил чашу в ноше своего брата, а потом возвестил глашатый О, караван, вы ведь воры Они сказали, когда они подошли к ним, что вы разыскиваете? Те сказали, мы разыскиваем чашу царя, тому, кто принес ее, груз верблюда, а я за это отвечаю Они сказали, клянемся богом, вы ведь знаете, что мы не пришли распространять нечестие на земле, и мы не воры Они сказали, а каково воздаяние за это, если вы лжецы? Они сказали, воздаяние того, у кого найдется в клади, он сам воздаяние Так мы воздаем неправедным Они сказали, клянемся богом, вы ведь знаете, что мы не пришли распространять нечестие на земле, и мы не воры Они сказали, а каково воздаяние за то, если вы лжецы? Они сказали, воздаяние того, у кого найдется в кладе, он сам воздаяние, то мы воздаем неправедным. Так мы воздаем неправедным. И начал он их с их вместилищ, прежде вместилищ его брата, а потом и взлег это из вместилища его брата. Так охветрились мы для Юсуфа. Он не мог бы взять его брата по закону царя, если бы не пожелал Аллах. Мы возвышаем степени того, кого пожелаем, ведь выше всякого обладателя знание есть знающий. Они сказали, если украл он, то украл уже его брат раньше. Утаил это Юсуф в душе и не выказал им. Он сказал, плохи вы по месту, и Аллах лучше знает, что вы расписываете. Они сказали, о вельможа, у него отец глубокий старик, возьми одного из нас вместо него, мы видим, что ты из добродеющих. Он сказал, упаси Божия взять нам кого-либо, помимо того, у которого мы нашли наш товар. Мы бы тогда были неправедными. И когда они отчаялись в нем, то остались наедине совещаться. Сказал их старейший, разве вы не знаете, что отец взял с вас клятву перед Аллахом? И раньше вы поступили неправедно с Юсуфом. Не покину я эту землю, пока не позволит мне отец или не разрешит для меня Аллах. Он лучший из решающих. Вернитесь к вашему отцу и скажите ему, о отец наш, ведь сын твой украл, мы свидетельствуем только то, что знаем, мы не храним секс скрытого. Спроси селения, в котором мы были, и караван, в котором мы шли, мы ведь говорим правду. Он сказал, да, ваши души разукрасили, ваше дело, вам дело, но терпение прекрасно. Может быть, Аллах соберет мне их всех. Поистине он ведущий и мудрый. И не отвернулся он от них и сказал, о горе мне по Юсуфе. И побелили его очи и от печали, и он сдерживал скорбь. Сказали они, клянемся Аллахом, не перестанешь ты вспоминать Юсуфа, пока не станешь бессильным или окажешься в числе погибших. Он сказал, я жалуюсь на свою скорбь и печаль Аллаху, ведь я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете. О сыны мои, ступайте и разузнайте об Юсуфе и его братья, и не отчаивайтесь в утешении Божьем. Поистине отчаиваются в утешении Аллаха только люди неверующие. Когда они вошли к нему, то сказали, о вельможа, нас и нашу семью постигло злое. Мы пришли с немногим товаром, дай нам меру полностью, окажи нам милость. Поистине Аллах воздает оказывающую милость. Он сказал, знаете ли вы, что вы сделали с Юсуфом и его братом, когда вы были в неведении? Они сказали, разве же ты в самом деле Юсуф? Он сказал, я Юсуф, а это брат мой. Аллах оказывал нам милость. Поистине, кто бы богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не угубит награды добродеющих. Они сказали, клянемся Аллахом. Аллах предпочел тебя перед нами, и поистине мы были грешниками. Он сказал, нет упреков сегодня над вами. Простит Аллах вам, ведь он милостивый шеизмилостивых. Уйдите с этой моей рубахой и набросьте ее на лицо моего отца. Он окажется зрячим, и придите ко мне со всей вашей семьей. И когда отошел караван, сказал их отец, я чувствую запах Юсуфа, если бы вы не считали меня безумцем. Они сказали, клянусь Аллахом, поистине ты в своем старом заблуждении. Когда же пришел вестник, он набросил ее на лицо, и тот сказал снова. И тот стал снова зрячим. Он сказал, разве я не говорил вам, что знаю от Аллаха то, чего вы не знаете? Они сказали, о, отец наш, проси нам прощения наших прегрешений. Ведь мы были грешниками, он сказал, я буду просить прощения для вас у моего Господа. Поистине он прощающий, милостивый. И когда они вошли к Юсуфу, он принял к себе своих родителей и сказал, войдите в Египет, если Аллаху угодно, в безопасности. И поднял он своих родителей на трон, и пали они перед ним ниц, и сказал он, о, мой отец, это толкование моего сна прежде Аллаха сделал его истинной. И оказал мне милость, когда вывел меня из темницы и привел вас из пустыни. После того, как наустроил ссору между мной и моими братьями. Ведь Господь мой благосклонен, к чему захочет. Поистине он знающий и мудрый. Господи, ты даровал мне власть и научил меня толкованию событий. Творец небес и земли, ты мой покровитель в мире здешнем и будущем. Упокой меня, предавшим тебе, и причисли к праведникам. Откровение 7-8. Это уже из Библии. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Пересказывать нужно точно, чтобы не казаться лжецом. 1 Паралипоменон 17-15. Все эти слова и все виденные точно пересказал Нафан Давиду. Иеремия 36-20. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисима, царского песца, и пересказали вслух царя все слова сии. Иезекииле 1-25. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые он открыл мне. Стихотворение. Развалены ушедших поселений, не так безмолвны, как бы нам хотелось. Как будто я тут житель был последний. Последний раз на пепелище грелись. Когда-то жизнь кипела, как смола, по праздникам по пьяную сурдинку. Но где-то, Боже, готовилась метла. Да так, что не успели даже пискнуть. Страшнее некуда, хуле не череда. Оборвалась, спеклась под гневой лавой. Потомкам, как сумеем передать, с какой яростью вдруг охватило пламя. И говорю не об огне, а о гневе. У каждого столь разное проявление. И жнет, захлебываясь, кто с проклятием сеял. Без раскаяния вопят совсем ослепли. Бог обещал через пророков древних. Житье шакалам диким без прописки. Как правило, последний шанс продремлем. И не успеем покаянием пикскнуть. Так развалин век не пересчесть. Неспосланных для ран душевных. Крупнокалиберная добралась к картечи. По всем статьям мы добрые мишени. Так для чего же строили, рожали. Учили и растили сыновей. И при отступничестве было нам не жаль их. В грехах родителей находится ответ. Не пощадили нежных дочерей. Искусные столпы в чертогах славы. За них особенно день и ночь в стыде гореть. На них приятнейшая извергам облава. Приятнейшая извергам облава. Сочувствующих нам не обрелось. Отбросами признаны бессудно. Земля свихнулась и скривилась ось. Лишь черепки от золотой посуды. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.